С вами снова здоровье, дорогие друзья! Вы знаете, я только что вернулась из Америки и была поражена, узнав, что в этой стране рыбий жир зарегистрирован как лекарство. Главное показание лечения болезни сердца. Никакого отношения к детям рыбий жир не имеет. Что же за это, за уникальное создание природы? И сколько нам с вами нужно рыбьего жира? Сегодня мы хотим об этом рассказать. Ну а пока давайте вернемся в далекое прошлое, потому что многим из нас рыбий жир давали из ложечки. Это кадры хроники. Малышам дают рыбий жир, чтобы они росли большими и крепкими. Прошло полвека и оказалось, что в странах с холодными морями и жирной рыбой люди реже болеют инфарктом. У них здоровые суставы и меньше психических расстройств. А это наше время. В США рыбий жир продают повсюду как особое средство для взрослых. Серьезные исследования показали, Ежедневное употребление рыбьего жира взрослыми людьми спасает их от болезней. Рыбий жир защищает сердце, мозг, улучшает зрение. Факты были настолько серьезны, что в США рыбий жир зарегистрирован как лекарство. Он назван новым средством от старости. Ну что, друзья, прежде всего представлю вам нашего эксперта. Это очень известный доктор Наталья Владимировна Перова. Она работает в Институте профилактической медицины, профессор и доктор медицинских наук. Итак, рыбий жир. Наталья Владимировна, но прежде чем вы начнете нам что-то рассказывать про рыбий жир, я, конечно, как всегда, хочу пригласить к нам сюда наших гостей. Гостей программы «Здоровье». Проходите, те, кто хочет жить долго и счастливо. Как вас зовут? Наташа. Наташа. Наташенька, вам что-нибудь про рыбий жир известно? Насколько я помню, про рыбий жир в детстве, в детском саду, нам давали вот просто вот так чайную ложку. Хорошие воспоминания или плохие? Ой, не очень, знаете, неприятно. Почему-то вот мне было неприятно. Вы знаете, я на самом деле хочу вам дать рыбий жир. Неприятных воспоминаний детства не будет. Держите капсулу. Вот стаканчик воды. Выпивайте рыбий жир. А мы начнем разбираться с тем, что же рыбий жир делает. Итак, первое, что известно, что рыбий жир лечит воспаление суставов. Вот у нас воспаленный сустав. Вот красное воспаление, друзья. Вы выпили рыбий жир. И я хочу, чтобы это воспаление вы просто стерли. Стирайте. Наталья Владимировна, вам слово. Что делает рыбий жир? Рыбий жир содержит жирные кислоты особенные. Их называют омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. И вот из них в организме образуются биологически активные вещества, которые действуют на воспаление, где бы оно ни было. Особые вещества, которые есть в рыбьем жире, уменьшают воспаление и сохраняют суставы здоровыми. А если суставы болели, то боль уменьшится. Что еще делают эти великие омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбьем жире? У нас вот тут два мозга. Как вы считаете, какой здоровый, какой больной? Ну, левый здоровый, естественно. А правый больной? А правый какой-то больной, потому что он засох. Абсолютно верно. Так именно выглядит мозг у человека со старческим слабоумием, с болезнью Альцгеймера. Так вот, второе действие рыбьего жира было доказано на мозг. А я хочу еще дать одну капсулку. Спасибо. Вы от нас уйдете здоровый. Пейте, пожалуйста. Итак, в чем действие рыбьего жира, омега-3 жирных кислот на мозг? Не сами омега-3 действуют на мозг, а те биологически активные вещества, которые образуются, из них образуются, и они являются универсальными регуляторами, в том числе и нейрорегуляторами, то есть регуляторами функции нервной системы. Вот я бы поставила на этот здоровый мозг просто колбу с рыбьим жиром. Почему? Что доказано? Доказано, что рыбий жир предупреждает развитие старческого слабоуми и болезни Альцгеймера. Это первое. И второе, он вырабатывает особый нейромедиатор, серотонин. Это гормон хорошего настроения. То есть, если вы пьёте рыбий жир, это дёшево, сердито и несложно, то у вас ровное и хорошее настроение. Сейчас мы видим, как кровеносный сосуд подходит к нервной клетке. В нём частички рыбьего жира. Они способствуют выделению из нервных клеток гормона радости серотонина. В результате у человека улучшается настроение. Ну и, конечно, поскольку мы с Натальей Владимировной всё-таки кардиологи, конечно, то, что сегодня доказано, ну просто на тысячу процентах, в огромных исследованиях по всему миру, это потрясающее действие рыбьего жира, омега-3 жирных кислот на сердце. Так что отправляемся к нашему сердцу. Ну что, друзья, вот оно, сердце человека, увеличенное во много раз. Рядом с ним стоит Наташа. Как вы думаете, что хорошего рыбий жир может сделать для сердца? Ну, чтобы сердце хорошо билось. Что делает рыбий жир? Ну, если уже от того, чтобы хорошо билось, вот эти омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые в рыбьем жире, они стабилизируют мышечные клетки сердца, кардиомиоциты, и делают их устойчивыми к любым воздействиям, вызывающие нарушение ритма. То есть это защита от любых аритмий, вот эти основные жирные кислоты. То есть пожелание, чтобы билось хорошо, было в десятку, вы были правы, вот будет биться хорошо. И еще. Второе. У атеросклероза, который поражает сосуды сердца, есть воспалительный компонент, когда развивается вот это воспаление... В сосудистой стенке. В сосудистой стенке, да. И тогда, значит, образуются тромбы. Так вот, в рыбьем жире эти омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты сами по себе, они защищают от образования тромбов. Обратите внимание, омега-3 – жирные кислоты, которые содержатся в рыбьем жире. Они снижают уровень холестерина и жиров крови и способствуют уменьшению атеросклеротических бляшек. А это значит, что риск развития инфаркта миокарда резко снижается. Мы дважды дали таблеточку Наташе, капсулку. А можем, на самом деле, дать еще раз доза, сколько нужно употреблять. Вот у нас здесь рыбий жир написано 500 миллиграммов. Доза в сутки – 2 грамма. Не меньше, друзья, потому что в других дозах ничего не получится у вас. Пока в России рыбий жир не стал лекарством, но я очень хочу, чтобы это произошло. Наташа. Спасибо.